Добрый день, уважаемые посетители портала чемпионат.ком. Сегодня в рамках проекта сборной России 2014 нашим гостем станет трехкратный олимпийский чемпион, лидер российской команды по шортреку Виктор А. Я тоже думаю, что это для меня честь, дать вам интервью. Руссия가 앞으로 шортреке 있어서 더 руссия 사람들한테 많이 알려줬으면 좋겠어요. Было бы здорово, если бы я смог бы как-то продвигать шортрек в России? В начальней школе был такой вот кружок. В первом классе, я вообще начала в этот кружок ходить во втором классе, но в первом классе, первый раз зимой, как бы, да, я попробовала прокатиться на коньках. Мне очень понравилось с друзьями, прикольно так было, мы катались вместе. И я сказал родителям, что я хотел бы попробовать заняться коньками. И так вот я начал заниматься шортреком. А когда пришло понимание, что это все-таки больше, чем увлечение, больше, чем просто хорошее времяпрепровождение с другими? ОНДЕ ПУТХООИХАГАГА ГАДАЯ НЕА요? Иго ННУ ЧУИМИМАЛГО, ЧИНЧА МО ХОГО СИПЫНЫ. Я начала, потому что мне было интересно, мне это нравилось. Но вот как у всех спортсменов, они все начинают с того, что им интересно, но потом появляются мысли, ой, надо это попробовать всерьез. Но как только появляются эти мысли, все становится тяжелее, тренировки становятся тяжелее. Но несмотря на то, что мне было тяжело, мне все равно нравилось. И в четвертом классе я думала о том, что мне этот вид спорта очень нравится, и, наверное, это все-таки не хобби, а будет что-то более серьезное для меня. В 16 лет вы уже выигрывали чемпионаты мира, приходила постепенно популярность. Как это называется в России звездная болезнь, что все узнают, возможно. Но скорее же это очень популярный спорт. В 16 лет я уже выиграл, чемпионаты мира, и импульсы тоже появились. В России может быть такая, что-то. Если вдруг человек был знаменим, то это будет какой-то ста, то есть, что-то, что-то, что-то было бы. Вы знаете, что украинцы, когда Килл Кориево смотрели, что Ань Хён Су, что-то есть? Когда я начинал в первую очередь, я начинал в первую очередь. Когда я получил первую очередь, то, что мне кажется, что мне кажется, Я вот достаточно рано отобрался в команде, но я считаю, что у меня не было такой звездной болезни. Почему? Потому что у меня всегда, вот я добивался какой-то цели, медаль на чемпионате мира, олимпийская медаль, и я старался не останавливаться на этом, и не наслаждаться вот теми результатами, а сразу ставить перед собой новые цели. Потому что всегда в спорте очень важно именно вот эти новые цели для себя поставить. И после олимпийских игр в Корее меня многие стали узнавать. Но если честно, то узнавали только после олимпийских игр. Почему? Потому что когда олимпийские игры заканчиваются, то есть не в олимпийский период, а уже вот ты выходишь там, да, на улицу, тебя уже там не узнают. Ну вот, собственно, в 2002 году вы уже выступили на олимпийских играх, но это был как бы небольшой опыт, да. А уже в 2006 году вы приезжали как один из фаворитов. Но зачастую фавориты приезжают, но медали не выигрывают. А вы стали выиграть три золотых медали. Это ваш характер так проявился? Или настолько была отличная подготовка? Как удалось вообще добиться такого результата? 2005 году на Олимпийских игре на espera. Это было первое первое впечатление. В 2006 году наftать, многие свои победы ослал и победили победу, которые победили победу. В зверии на это все, многие увидели, «Олимпийских игре» Многие люди думают о том, что это очень тяжело, потому что что такое, объясняю. 2006 года в Олимпик Медал, который очень важен для того, чтобы было много подготовлено? Или для того, чтобы было много подготовлено? Прошлое. Но вообще в 2002 году я не думал об олимпийских играх как вот о чем-то таком великом, почему, потому что я просто был достаточно маленький, я тренировался в сборной, и у моего старшего коллеги, тоже спортсмена, у него была травма, и я вместо него вот так вот мне довелось участвовать тогда. Но в олимпийских играх я участвовала, когда я участвовала, очень хорошо, и у меня очень хорошо, поэтому я участвовала в сборной. Мне кажется, что я приехал в Олимпийскую деревню, начал тренироваться, посмотрели на мои результаты, я смог выступить в индивидуальном, в индивидуальных дистанциях. И что я могу сказать, что в принципе я мало что знал о других спортсменах, да, я знал, что был там ООН, я знал, что были другие спортсмены, но я не знал именно технику и тактику других спортсменов, у меня не было достаточно информации. И я дошел до финала, у меня не получилось завоевать медаль, но я думаю, что это был очень большой ценный для меня опыт. И там был достаточно такой момент, из-за которого было очень жалко. и медаль была близко, и вот только благодаря этому моменту я думал, ага, вот как жалко, да, мне недостаточно было чего-то там. И благодаря вот этим своим мыслям 4 года я более усердно стремился вот к следующей своей цели. И когда я готовился к Олимпийским играм в Турине, я не мог предположить, что у меня будут такие результаты, которые были. Потому что я думаю, что Олимпийские игры это то, что люди могут предполагать, иметь своих фаворитов, но мы никогда не можем знать и достаточно точно сказать, кто завоевает какие медали. И очень важно состояние спортсмена, в какой форме он находится. И также важно психологическое состояние и вообще какие он результаты показывает. До Олимпийских игр мое физическое состояние, форме я был не в самой своей лучшей, могу сказать, не на пике формы. Но вот я вышел, да, после первой дистанции были нормальные результаты. И вот после первой дистанции мне стало достаточно легче. И вот так вот пошло-поехало. И вот эти медали, кстати, где они сейчас хранятся, из Турина? Турина, Турина, Туринатан медали 어디냐고, пакмурган, инжи, 뭐. А ну вообще сейчас они в Корее у меня лежат, но я их планирую, вот после этого сезона я поеду в Корее ненадолго привезти их сюда. Почему? Потому что я хочу на них смотреть, думать, визуализировать и, соответственно, стремиться к цели на следующие Олимпийские игры, чтобы было так же. Тогда киснемся не самого, наверное, приятного момента, той травмы, которая случилась, из-за которой начались проблемы, которые не позволили затем попасть на Олимпиаду в Ванкувер. Что вообще происходило? Что-то ощущали? Как справлялись с этим недугом? А сейчас вопрос о том, что в Ванкувере не было никаких проблем. В Ванкувере не поеду в Ванкувере не поеду в Ванкувере не заходит на основу. В Ванкувере не было каких-то проблем, которые были уничтожены. Травма была достаточно серьезная, и после того, как у меня были процедуры восстановления, я вышел на лед, и мне было очень тяжело. Травма случилась в 2008 году, да, и до этого, получается, последний раз я там выступал в 2000, каком, в прошлый год, да, и получается, что фактически пять лет, да, пять лет я не мог выступать на международных соревнованиях из-за этого травма. И несмотря на то, что мне было очень трудно, вот во мне сидела эта уверенность и воля, то, что я должен вернуться, то, что я должен заново все начать. Вот эти все нюрядицы, кто больше всего помогал их переживать, кто всегда был рядом, помогал, может быть, морально, и каких-то других аспектов, таков, возможно. Аааа... Ааа... Ааа... Ну, на самом деле, да, были люди, которые меня поддерживали. Это, прежде всего, моя семья, но мне кажется, что важнее не то даже, да, не их поддержка, а то, что вот сидело внутри меня, это вот уверенность в том, что я очень хотел, да, заново участвовать в международных соревнованиях. И также меня поддерживали мои фанаты, которым нравилось, да, видеть меня в униформе на льду. И мне кажется, что вот благодаря именно вот этой уверенности, хотя было очень много моментов, когда мне было тяжело, я сам думала о том, что как бы пора бы бросить и пора бы все оставить, но благодаря этой уверенности получилось вернуться. trivial после этой ситуации появилась вот эта знаменитая надпись у вас на ботинках, кон diamo test, что нет более, нет результатов. В Бусан году, когда вы были известные игры, скейт, на пей, на гейм, на пейс, на пейс, на пейс, на пейс. Я всегда был в Бусан, когда я был в Бусан, я всегда был в этом. Потому что все старые 연습ы и так. Не так, просто объясняют, если я решила течения, не обеспечить ближайший результат. Поэтому я успокоился над самым, и так, что мы думаем. Так что все это я бы не видела. Такое ощущение, как было очень тяжелым годом. Ну, вы знаете, вообще это было до травмы, и я могу сказать, что многие спортсмены, они не хотят результаты, чтобы результаты давались им легко, они хотят, чтобы это было через пот, через труд, и я также, да, хотел, чтобы я добился своих результатов вот именно через такие старания, и тогда вот пришла идея и как раз на ботинке эту надпись перенести, и вообще, да, это мой слоган, как бы моя идея уже давно. скорая идея, или кто-то может быть подсказал, может быть, тренинг, но... А, но кто-то слышал? Коучи, не так. как률 вы любил, что-то похож на Мне кажется, что я просто в Корее на телевидении увидел этот слоган, и он меня сразу так зацепил, и вот с тех пор я считаю его своим. Тогда перенесемся уже к началу российского этапа. Когда впервые поступило вам предложение из России, такое необычное и возможное, что вы в первый момент подумали? В России, когда вы получили свои решения? В России, когда вы получили решения? В России, когда вы получили решение из России, то я сказал мне. вообще с российской федерации связался мой отец и принципе он тогда как бы да принял такое решение первым связаться я думал тогда я очень сильно волновался и переживал могу ли я поехать вместо которое не знаю где никого не знаю вообще привыкнуть и вообще каких-то какие-то результаты показать я приехал начало здесь тренироваться и спорта смена мне очень сильно помогали и в принципе от федерации персоналы и доктора все были рядом и все все мне помогали как вы думаете вот этот порыв отца что вот он захотел попробовал связаться с российской федерации связано с тем что ближайшая олимпиада была в россии в сочи какое-то имело учи а москва а после какого-то а бджер ма ра шаран киева как-ка селеки но сочи олимпик Вы были в России или нет? Нет, я не мог бы улучшить в России, потому что это было бы так. В России я не мог бы улучшить в России. Я участвую в руссии и в ружье объединенных в ружье. Но я истинник нашей компании, могут получить олимпик-регионы в СОЧУ, и по-заму ты там вылезаешь олимпик. Такой момент я была такая решительная ситуация, и так далее, я не хотел. Я посетую в руки социальных спект superveter, Мне кажется, что самое главное не именно присутствие олимпийских игр в Сочи, в России, а все это как-то было постепенно. То есть сначала отец думал, где я смогу тренироваться нормально, спокойно для себя, и мы подумали, что это, возможно, будет Россия. Далее все как-то само пошло своим чередом, мы связались с президентом Союза конкобежцев в России, диалог у нас состоялся нормальный, и я думаю, что это все-таки не из-за олимпиады, а вот такие последовательные решения и такая последовательность действий была. Но вот вы сказали, что сначала было волнительно принимать такое решение. Когда уже здесь оказались, первые, там, может быть, первые месяцы как-то было? Может быть, скучали пару лет или что-то такое было? Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. в России. 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 Ну и вот когда они меня спрашивают, я говорю, что мне здесь комфортнее тренироваться, потому что я могу ни о чем не думать, сосредоточиться именно только на тренировках, на спорте. И вот так вот я им отвечаю. Сейчас вас многие уже москвичом называют, вы себя чувствуете таковым, и как вообще в таком большом мегаполисе вам живется? И вот чем-то он похож, может быть на сеул или все совсем разные. Многие люди, вот, Москва-сарамы говорят, что вы чувствуете? Как вы чувствуете, как вы чувствуете? Как вы чувствуете, как вы чувствуете, как вы чувствуете? Я, конечно, в принципе, в том, что в России человек, Продолжение следует... Я могу сказать, что у меня сейчас российский паспорт, я являюсь таковым российским гражданином по паспорту, по документам. Мне здесь есть еще над чем трудиться, в частности, это над моим языком, много есть чему научиться. И плюс я чувствую свою миссию в том, чтобы именно продвигать российский шорт-трек, чтобы он стал более знаменитым в России. Успехи в русском я уже успел оценить, заметить. Любимое какое-то, может быть, русское выражение? Что-нибудь Виктор, может, скажешь? Русский язык, я уже могу понять, что вы уже не знаете русский язык. Вы можете сказать, что вы думаете о русском языке? можете сказать про что вы хотите говорить? нет, просто обычным общением, но hearing о том, что ещё и отделение очень сильно platforms очень трудно сказать в интернете, я больше не могу говорить о русском языке. ... ... Олимпиек сняли呢? но видите как я хорошо разговариваю да вот когда есть обычный какой-то до разговора по ну вот просто бытовой но когда я такое интервью я я в принципе хорошо я лучше слышу чем говорю и когда такое интервью мне кажется что неудобнее через переводчика потому что он может лучше передать до что я хочу сказать и все равно есть такой момент что я немного стесняюсь но вот у нас просто с ним был уговор что после олимпийских игр он даст интервью на русском языке вот я соответственно спросила задала вопрос от себя позволила будет ли после олимпийских игр но он сказал что будешь или не будешь нам будет следующий вопрос про российскую команду насколько вы виден прогресс российских шорт-рекистов как по результатам это такого давно никто не видел да и вообще наверное когда исполнил российская команда не только вот и джей 로 ся против мете 한 질문인데 я на лапо дат то чаро жаная а шансы щиппоман не ратом чаро нэн сансы долл сгет сэ о чем капляк ссороун Я думаю, что это очень хорошо, очень позитивно об этом думаю. Я думаю, что лучшие результаты не приходят посредством конкуренции. То есть когда идет жесткая конкуренция в самой команде, результаты появляются нормальные на международной арене. Если вы посмотрите на команду китайцев, канадцев, американцев, вы видите, что там много хороших спортсменов, и они между друг другом конкурируют, поэтому на международной арене у них очень хорошие результаты. Я думаю, что я думаю, что многие обменили в Северной арене, и все они могут поддерживать себя. В этом году я думаю, что у меня есть уверенность, и я думаю, что у меня есть много общей свободы, и я думаю, что у меня есть возможность делать. Я думаю, что спортсмены, когда они тренируются вместе и вдруг появляется такой, да, хотя бы один спортсмен. Которые начинают что-то завоевывать, какие-то медали, все начинают думать, ага, вот он может, я тоже могу, потому что мы все вместе тренируемся. И что касается эстафеты, да, ну вот помимо меня есть еще другие спортсмены, которые сейчас хорошие результаты приносят нам, то мне кажется, что мы все настолько много вместе тренировали, что сейчас мы друг другу верим, доверяем, это очень важно. И я думаю, что если будет в таком же направлении, в таком же ключе идти тренировочный процесс, я вообще думаю, как бы, а не сможет ли Россия завоевать много медалей в Сочи, в шортреке? А вообще по поводу всей ситуации в шортреке, вот была Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, когда в 2002 году, когда первый раз выступали. И сейчас, ну, после много стартов, вот старта в этом Кубке мира, насколько вообще изменился шортрек, насколько все сложнее стало побеждать, в том числе? И еще, ну, когда первый раз выступал, на первый раз выступал, болееагородный тренировок, более задавал depth. И, ну, как говорится, что-то еще не очень сложно было себя еще за этот шортрек, поэтому, я не знаю, что это ощущалось не только оба, как я так убежал. Для этого, я не знаю, что это было не так, что я думаю, что я так с этимzyл longe, я так с этим уже не будет так, что у меня не очень сильная, поэтому я с того, что это уже не стык, у меня очень сильно изменился. И до моей травмы, если честно, шорт-трек тоже менялся достаточно динамично. И корейские спортсмены также думают, как и я. Есть сборные, Китай, Америки, Канады, Кореи, которые в принципе традиционно очень хорошо всегда в шорт-треке. Но теперь, помимо этих спортсменов, европейцы стали очень хорошо кататься. Россия тоже Raа, Америке, Ольга. И вот если раньше хоть как-то можно было предполагать какие-то фаворитов, то теперь мы не можем сказать, что вот золотая медаль будет отдана китайцам или американцам или корейцам. Сейчас шортрек стал более непредсказуемым, и мы до последнего не знаем, потому что все зависит от того, в каком состоянии будет спортсмен, как ему повезет именно в тот день, когда будет соревнование. Что касается плана подготовки, я читал, что уже у вас сверстан буквально подневный план, как вы будете готовить к Олимпиаде. У вас есть свой личный тренер. Насколько ваша личная программа отличается от того, что делают другие ребята в сборной? Олимпиаде я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Вы знаешь, что вы знаете, что у вас есть личная программа? Вы знаете, что вы знаете, про себя, что вы понимаете, что у них нет большинства, но у них нет. Не так, но я не забываю, что после этого я делаю гимназовое время, что у меня не будет гимназоватой. Вы не совсем правильно понимаете всю программу, потому что у меня же была травма с коленом, поэтому есть те виды нагрузок, которые мне сейчас нежелательно делать. Вообще, я тренируюсь по программе совместной, со всей сборной, но если есть какие-то нагрузки, которые мне надо исключить, соответственно, я делаю что-то другое. Собственно, несколько вопросов по вашему быту в Москве. Как любите проводить время, куда-то ходите? Есть ли какие-то друзья здесь, может быть, появились, исключая ваших партнеров по сборной? Я понял, что вы живете в Москве. Как вы живете в Москве? Если вы живете в Москве, то есть какие-то друзья? И если вы живете в Москве, то есть какие-то времени? Почему вы живете в Москве? Почему вы живете в Москве? политика команда ведения в Москве и спориться в Москве потому что у нас возникает Finnia probably очень нравится. Сейчас, конечно же, больше всего я общаюсь со спортсменами, потому что мы все время находимся вместе, можно сказать, что они мои друзья, но в будущем я планирую, после того, как закончу со спортом, мне появится время, планирую сюда пойти учиться. Я думаю, общаться с русскими людьми, и это будет для меня способ более быстрее привыкнуть к российской действительности. Я думаю, что я очень хотел учиться, что именно связано со спортом, потому что это то, чем я занимаюсь каждый день. И есть такие части в спорте, которые я до сих пор сам не до конца понимаю, и мне любопытно. В частности, это психология, и я бы хотела изучать психологию, и впоследствии, возможно, стать психологом именно спортивным. Интересное занятие. О, есть что такое что было в корее, здесь это очень сильно не хватает? А, в 한국е есть, что сейчас есть? Может, это близняка? А, да, да. А, а, да, да. А, да. Расслабно. Я люблю очень слушать музыку, я люблю очень думать, мне обязательно нужно время, чтобы все обдумать, да, именно время вот для себя. Я вообще люблю очень смотреть фильмы, но как вы понимаете, пока что мне сложно там ходить в российский кинотеатр смотреть фильмы. Люблю очень путешествовать в какое-нибудь тихое место, чтобы никто мне не мешал. В принципе, нет прям такого увлечения, которое в Корее есть, а тут он скучает. Последний вопрос, собственно, меньше года до Сочи, вот совсем буквально две недели, наверное, только прошло, как вы опробовали каток, айсберг в Сочи, как он подошел, что в нем хорошего, что плохого, что-то там, может быть, нужно поправить. в Сочи. Здравствуйте. И что ты хочешь сделать? Если честно, у меня нет каких-то вещей, которые были бы мне неудобны, или которые я хотел бы исправить. Мне всегда нравится. Девятория сейчас многие, как у мужчин, которые рассказывают о почвах неожиданности, вроде. Но если вы сходите у себя в этом, то следует, что они тоже относятся, и у себя очень часто. В этом случае, то есть ли у мужчин, как у мужчин и женщин, как у женщин, и у мужчин и у мужчин есть. Другие спортсмены, я знаю, что немного жалуются про лёд, про то, что он не качественный, про то, что он грязный. Но что я могу сказать, мы все находимся в одинаковых условиях. В принципе, когда приезжают другие сборные, и мы тренируемся, у нас одинаковое время для тренировок, и для них лёд такой же. У нас, да, у нас есть именно преимущества страны, которая принимает Олимпийские игры. Это прежде всего то, что мы привыкаем к атмосфере айсберга, и плюс ещё поддержка российских фанатов. Вот это два наших главных преимущества. Вот и подошла к завершению наша очередная программа в рамках цикла «Сборная Россия-2014». Гостем нашим сегодня был трекратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Анн, одна из главных надежд сборной России на Олимпиаде в Сочи. Я хочу, что Олимпийские игры. Хараши результат. Ищу... Ищу... Ищу, я очень интересная интервью, да? Очень приятно. doesn't sleep, да? Она не имеет перестанности сборной России. Ищу. Ищу.